Именно Нурсултан Назарбаев объединил горно-металлургические рудники и заводы региона в одно мощное предприятие «Касцинк», которое по праву является мировым лидером по добыче и выпуску металлов. И сегодня промышленный гигант внедряет новые нанотехнологии гидрополимета, которые позволяют добывать и перерабатывать более бедные руды. Все значимые моменты в развитии промгигантов региона неразрывно связаны с вниманием и участием Нурсултана Абишевича. В своем плотном графике он всегда находил время для посещения самых горячих цехов, тщательно изучая технологические и экономические характеристики новых проектов. Не случайно инициативу металлургов Восточного Казахстана поддержали коллеги со всей страны во время предвыборной кампании, когда президент приехал в Восточно-Казахстанскую область с рабочим визитом. Прямо на производственной площадке предприятия «Касцинк» в режиме онлайн главу государства приветствовали металлурги из Тимиртау и Павлодара. Всего более 10 тысяч человек. На новом медиплавильном заводе «Усть-Каменогорская» Нурсултану Назарбаеву подарили орудие труда металлурга «Пробоотборник». Когда полностью ознакомился с посланием главы государства, конечно, понимаешь, что когда ты смотришь его эмоционально, что-то ты выпускаешь, а когда ты прочитал весь текст, то понимаешь, что он не уходит никуда в сторону. Он остается рядом с нами, он остается рядом с казахстанцами, со всеми людьми, которые верят в него и которые любят его, и которых он любит. На посту руководителя Совета Безопасности, руководителя партии «Нуратан», той партии, которая сегодня управляет страной и является основным вектором всех лучших изменений в обществе. Что могу еще сказать, что он сказал в своем послании, что для него это была великая честь, когда народ его избрал первым президентом. Наверное, я бы сказал чуть-чуть по-другому, не спорю, конечно, ни в коем разе с ним, но для народа Казахстана это великая честь иметь такого президента, такого первого президента, такого лидера Ельбасы.